Дорогие друзья, мы начинаем. Саш, а помоги мне решить задачку. Простите. Ну что здесь все понятно вам? Вот так, так и так. Угу. Ты куда? У нас программа. Это у тебя программа, а у меня с ремнем мама. Так, опять придется выкручиваться самому. Саш, а как правильно описать Тумаков В или Тумаков Ф? И вообще, что значит дать ему Тумаков? Пишется Тумаков, а что значит, лучше показать на практике. Не надо демонстрировать, я понял. Продолжаем нашу встречу. Саша, а что к нам ближе, солнце или вердики? Сереженька, посмотри-ка в окошко. Ты солнце видишь? А вердичев? А иди-ка ты, Сереженька, в космос. Почему в космос? Да, стоит, стоит далеко и не так обидно. Дома попрощайся с родными и отправляйся. Я очень люблю свой дом. Он такой высокий, светлый. И когда я возвращаюсь из далеких поездок, я всегда радуюсь его надежности. А если бы я могла, то я бы построила свой дом сама. Стены бы были из шоколада. Крыша из печенюшек, а окна из разноцветных леденцов. И красиво, и вкусно, и выгодно. Проголодался, не нужно бежать в магазин. Любимое лакомство всегда под рукой. Ага, полгода пожила и домик съела. Не экономично получается. Пора научиться доверять нам, детям. Не получится с первого раза. Попробуем снова и снова. У нас есть достойные примеры. В наших любимых с детства сказках, оживлять которые виртуозно умеют актеры театра кукол на победе шесть. Сегодня мы отправились понаблюдать за проявлением архитектурных талантов трех братьев-поростяк. Вы наверняка помните эту историю. Двое младшеньких справились быстро. Но на наш взгляд, все-таки материал для строительства выбрали. Примитивный, без фантазии. Может поделиться нашей грандиозной идеей. У меня предложение. Давай построим дом из шоколада, печенюшек и из карамели. Предложение, конечно, хорошее, но волк такой домик съест быстрее обычного. Зато можно братьев угощать. Братьев домиком угощать. Ну тогда давай просто обнимемся, и я приду в следующий раз. Обещаешь? Да. Ну тогда буду тебя ждать в следующий раз. Вот каким требованием должен соответствовать самый лучший дом? Он должен быть красивым, просторным, вызвать только положительные эмоции. Если ты уезжаешь или даже улетаешь, например, в космос, тебе было бы приятно его вспоминать. Старший братец-поросенок с задачей справился на все сто процентов. И сказку можно было бы считать завершенной. Если бы, как вы, наверное, помните, не появился серый страшный волк, тактик и стратег. Он такие планы придумывал, чтобы полакомиться поросатинкой. Вот он мой сверхгениальный план. Итак, Боб идет сюда, а я его ем. Бим идет сюда, я его тоже ем. О, Бобу ничего не остается, как пойти сюда, а потом сюда, а потом сюда. И я их всех ем. И на земле, и в воде, и даже на крыше проявлял чудеса сообразительности. И если бы не старший из поросят, и не отважные охотники, еще бы неизвестно, чем бы сказка закончилась. Честно говоря, нам его даже немного жалко стало. Ты не расстраивайся, ты хочешь, мы тебя в космос возьмем? В космос? О, а скажи, а там поросят, которых дерутся, нету? Нету? Нету. О, а там охотников страшных нету? Нету. Ну, тогда полетели! В одной старой песни поется, что наши космонавты во сне видят не рок от космодрома, и ледяную синеву космических далей, а траву у родного дома. Мы поняли, родной дом – это больше, чем стены и крыша. Это место, где тебя любят и ведут. Учимся в любимых сказках, делаем нужные выводы. А новые смелые архитектурные проекты уже зреют в наших головах. Саша, а ты еще здесь? Я вот подумал, а готов ли я к такой важной миссии? Я свитер взял, печенье взял, вафельку взял, шоколадки взял, палочку колбасы взял, плавленых сырков пять штук взял. Вот я думаю, борща взять в кастрюлики или в баночку перелить? В тюбик! Что? Космонавты в космосе из тюбиков едят, так что иди и все свои стратегические запасы в тюбики перепаковывай, а потом я тебе расскажу, как к полету готовиться. Ух ты! Чего ты тут делаешь? Вхожу в истану. По-моему, не входишь, а стоишь, правда, своеобразно, вверх тормашками. Это ты стоишь, а я двигаюсь к великой цели – стать космонавтом! Там же в космосе не жизнь, а красота! Ну, прибираться не надо, роботы все за тебя сделают. Учиться не надо, пусть учитель попробует в невесомости за мелком побегать, то есть полетать. А слава, обо мне же все газеты напишут, все телеканалы сюжеты снимут. Точно! И процесс подготовки тоже прикольный, на голове ставить скучновато. А вот кататься на аттракционах, в черном колесе, центрифуге, американских горках. И мама не скажет, хватит развлекаться, потому что мы вместе входим в историю украинской космонавтики. Причем, судя по изобилию мальчишек и девчонок, проходящих подобное испытание в детском торгово-развлекательном комплексе «Игроленд», будучи нашей отечественной космонавтике в надежных руках. И наблюдая за теми, кто крутится, вертится, стреляет и спускается, мы только еще раз убедились в правильности своего выбора в будущей профессии. А тут еще услышали, что самые ловкие и смелые, успешно прошедшие предварительную подготовку, могут зарегистрироваться для участия в специальной межгалактической программе. А вот и один из претендентов. Какой-то он странный и кого-то мне напоминает. Позвольте, да это же великий Чарли Чаплин. Я всегда думала, что задание Чарли Чаплина – это веселить людей. А ты что, в космос собрался и что ты там забыл? Ну, во-первых, я забыл то, что там лучше всего тренироваться, ведь как-никак там невесомость, а ты сама попробуй на нем поездить, на моем одноколесном моноцикле. А теперь испытания. Проверяют претендентов на умение держаться в невесомости. В качестве летательного аппарата – воздушный шарик, а в качестве космической трассы – сценическая площадка Игра Лэнда. На старт, внимание, марш! Поскакали, ой, то есть полетели, то есть поплыли. Невесомости, кажется, ж летают. Утомились? Да, нелегка доля космонавта. Тогда пора немного отдохнуть. Для нас выступают звезды циркового искусства. Вот кто запросто может отправляться в космос. На голове стоит легко. Сидят в шпагатах, делают кульбиты. И круто крутят обручи. Вы сегодня стали звездами этого шоу. Не хотите полететь в космос и стать звездами междугалактического уровня? Конечно, мы собираемся полететь в космос. А так нам будут обладать радио и инопланетяны. Между прочим, есть планета, которая крутит на себе обруч. Сатурн, знаешь? А сегодня нам передает привет наш любимый коллектив. Колорит! Центр, центр, я ласточка. Испытание прошло. К полету готово. Мы к полету готовы. Все, готов. Зубную пасту вытавил в мусорное ведро. Шприцом залил борщ перетертый. Шоколад расплавленный. Колбасу в блендере измельченную. На голове постоял, могу лететь. Осталась теоретическая подготовка. Неси стул. Слушай, Серый, в то время, когда наши космические корабли браздят в просторы Вселенной, О, пожалуйста, засну. Серый, Серый. Похоже, кое-кто уже отправился в свой первый полет. Сережа! Знаешь, я с ней увидел инопланетян. Подумаешь, не видно, я тоже их видел. Ужасные, противные, с большими головами и с огромными глазищами. А так, руки-ноги, как у тебя. Вот так-то идея. Они ползают, другие летают, третьи бегают. И все они добрые. Их поле глади держать на руках и кормить. По-моему, я знаю твою планету, где обитают пришельцы. Причем на эту планету могут попасть не только космонавты, но и все-все жители нашего города. Потому что расположена она в парке имени Глобы, павильоне Днепровские зори. И называется трогательный зоопарк. С одной стороны, некоторых обитателей можно принять. За инопланетян очень уж и не диковинно выглядят и ведут себя в вполне космическом стиле. Вот эти, например, существа нам потом объяснили, что это крыланы или летучие собаки. Живут вверх тормашками, чем незагадочные инопланетяны. А вот эта крохотная мышка, карликовая, могла же ведь стать такой, из-за колоссальной силы тяжести на ее планете. Вот если есть такая планета, где жанка, им важно. Ну, если бы это такая планета была, то на ней себя хорошо бы чувствовала игуана. Зеленая игуана, тропическая ящерица, которая, несмотря на свой ужасающий страшный вид, является растительноядной и совершенно безобидной. Тогда рассказывайте о ней поподробнее. Хорошо. Присмотрись внимательно к этому хвосту. Хвост у игуаны такой же длинный, как и тело. Она с помощью него может плавать. Еще, благодаря хвосту, ее длина увеличивается до полутора, иногда даже до двух метров. Это самая большая растительноядная ящерица в мире. Зеленая игуана – обладательница третьего глаза. Это настоящий инопланетянин. Если присмотреться к ней на лоб, можно увидеть прозрачную чешуйку, которая нужна, чтобы определять интенсивность света и выбирать правильное место, под которым греться. А вдруг существует такая планета, где на поверхности вообще жить нельзя? А есть такие животные, которые живут под землей? Конечно, под землей может жить множество животных. Но все они чаще всего имеют вытянутую веретенообразную форму и прячутся от солнца. Но я тебе сейчас покажу животное, которое, несмотря на то, что часто находится под землей, умеет прекрасно летать. Это домовой сыч. Птичка – это хищная. И подземная охота присуща только вот этим вот маленьким хищникам. Сыч днем спит, а по ночам отправляется на охоту. Залазит прямо в норку к своей жертве и хватает ее там цепкими пальчиками. Из-за того, что сыч очень часто ловит свою добычу под землей, у него даже счесываются перышки на голове и получается лохматая прическа, характерная этому виду сычей. А посмотрите, какие огромные глаза у апоссума. Вот что он увидел в космосе. Что-то такое, от чего очень удивился. А с другой стороны, нам это объяснили специалисты, работающие здесь с утра до вечера. Все эти животные – птицы, рептилии. Подтверждение того, насколько разнообразен и загадочен мир фауны на нашей родной планете. Но пофантазировать-то мы можем. Если бы я себе выбирал планету, так я выбрал бы Марс. Кланету для обитания. И там же живут такие сильные и уверенные в себе. Я бы показал, кто в доме хозяин. Кто здесь могла жить на Марсе? Но если говорить о боевых и очень уверенных в себе животных, стоит упомянуть яванского бантама. Присмотрись нижнюю клеточку. Этот петушок никогда не даст себя в обиду. Несмотря на то, что он выглядит как декоративный, если присмотреться к его шпорам, можно понять, что он может задать жару любому другому петушку. Но хорошо, что его агрессия распространяется только на представителей своего вида. Других животных и человека он никогда не трогает. Я бы повоялся с таким сражаться. Я бы на защиту надел. А у него защита есть? Конечно, есть. Присмотрись к его голове. Вот эти вот беленькие подушечки, похожие на шлем боксера, которые помогают предохранить его от клюва другого петушка, чтобы случайно не поранить шею. Я тоже кое-что знаю из курса астрономии. Я знаю, что Нептун голубого цвета. Значит, там вода. Значит, там может обитать вот это, вот это или вот этот. Никита, а кто это? В этом аквариуме ты можешь увидеть невообразимое существо. Это черепаха с мягким панцирем, который называется злой трионикс. Она водяная. Как и сегодня черепахи, она хищница. Но пока она прячется в камешках, сложно понять почему. А теперь присмотримся к нему внимательнее. Трионикс имеет очень длинную шею. Сейчас он, конечно, ее всю запрятал. Длинная шея ему нужна для того, чтобы защищаться. Несмотря на то, что эти черепашки мягкие панцирь, хрящевые, она может вытянуть свою шею примерно на 3-4 длины тела и укусить обитчика острым клювом. Также можешь увидеть на лапках острые когти, которые помогают ему копаться в песке и граме и искать там моллюсков и ракообразных. А как приятно осознавать, что все живущие здесь, в отличие от таинственных пришельцев, не представляют никакой опасности. Их можно гладить, кормить, с ними даже можно немножко пошалить. Они наши друзья и соседи. И название «Трогательный зоопарк» включает в себя не только возможность прикоснуться к живой природе, а оно обозначает искорку любви, которая вспыхнула здесь однажды, тронув душу, обязательно поселиться так навсегда. Что? Где? Как? Поздравляю тебя, Сергей Сергеевич. С чем? Как? С возвращением из космоса ты покорил расстояние миллиона световых лет, попал в черную дыру и выбирался из нее, Победил космический захватчиков Ура героям Ой, я кажется пропустил Самое важное событие в моей жизни Да ладно тебе, пошутил я Пошутил? Так не было никакого полета в космос Что ж ты у нас такой впечатлительный? Ладно тебе, устрою небольшое приключение в космос Героев ждут космические трассы Пойдем же, герой Весна Это самое романтичное время года Именно в эту пору особенно хочется прогуляться по улицам ночного города Насладиться мягкими сумерками Задрать голову повыше и прислушаться А вдруг до меня долетит песня той самой розы Ожидающей возвращения своего маленького принца И ощутить укол разочарования в самое сердце Слишком далеки небесные тела Не рассмотреть, не оценить их космической красоты Или весенней ночью все может быть по-другому Или весенней ночью все может быть совсем по-другому Можете ли вы допустить, что прогуливаясь в сумерках по родному городу Где улицы все еще заполнены автомобилями Дома уже постепенно погружаются в сон А небо кажется ближе На твоих глазах может родиться новая планета Фантазия, самообман, глупости Ведь даже если такое и произойдет Нам не дано рассмотреть Увидеть невооруженным взглядом Глубины холодного безразличного космоса Надежно хранят свои тайны И все же я видела Видела своими глазами Теперь видите и вы Этот и многие другие миры Рождаются благодаря таланту Уникального художника Николая Хоменко Вопрос традиционный, но от него не уйти Как все началось? Как рождается талант? И похоже ли это на рождение новой планеты С колоссальным энергетическим затратом? Ой, началось все давно Лет пять назад Мне друзья привезли эту технику из-за границы Ну как, друзья, показали фотографии Я загорелся Ну и решил попробовать Попробовал, ничего не получилось Попробовал еще раз И в какой-то момент Настя сестра сказала мне Почему ты не делишься этим с людьми Идем рисовать на улице То есть, нарисовав там буквально 10-15 картин Я, мы уже в усыне могли рисовать И это был первый опыт и ответ Ответ людей То, что им это нравится Они стали даже покупать их Что в вашей жизни космос? И почему именно он в основном царит на ваших картинах? И любили ли вы в детстве творчество экземплей? В первую очередь, наверное, из моего отца Он мне как бы привил эту любовь Я не знаю, в способах фильмов, книг, рассказов О дальних звездах То есть, там, созвездиях Как они расположены То есть, он об этом знал И мне пытался об этом тоже поведать Экзюперии Мы его начали проходить в школе Ну, как все проходящее в школе Оно прошло То есть, я его не понял И мне никто не объяснил И вообще, то есть, все это было оторвано от жизни Потом, буквально, там, года три назад Мы как бы с женой прослушали Экзюперии Аудиокнигу Ну, так, с хорошим, там, чтением И так далее С таким проницательным голосом Ну, то есть, я проникся Мне действительно что-то близко Но все-таки Другие авторы мне больше по душе Может, объяснением чуда Является цепь маленьких совпадений Или история любви самого автора А может Впрочем, я не хочу Искать причины Выводить формулы Чудо, оно потому и чудо Что не укладывается в рамки привычного Или предсказуемого Но к чему хочется прикасаться Вновь и вновь Мы знаем, что даже ваша love story Связана с этим искусством Скажите, а участвовали ли ваши картины В чужих романтических историях? Ну, моя love story Связана с космосом Определенно Мы выступали в свадьбах То есть, радовали других людей С своими картинами Они уходили То есть, они висят у некоторых В комнатах И, судя по количеству проданных Общинами картин Я думаю, очень большое количество людей Просыпается Просыпаясь видеть наши картины Благодаря вашему творчеству Вы знакомы со многими Известными личностями Скажите, а как складываются отношения с Бомондом? Да, я знаком со многими людьми Очень много интересных людей Постричалось на моем пути Они тоже бывают разные Тоже с вкусами, пристрастиями Некоторым нравится Наши работы есть Известные личности Украины Можно так сказать Это группа «Время и стекло» Это Юрий Ткач Также мы отправляем картинами В рубеж Америка Европа То есть, развивание Истории рождения звезд небесных Не оставляют равнодушным И тех, кого принято называть Звездами современного шоу-бизнеса И обычных людей Под обаяние этого скромного человека Попадаешь мгновенно Как только он начинает говорить О своих картинах О своих далеких мирах Можно ли назвать спрей-арт Делом вашей жизни? Или на жизненном пути Все еще возможны повороты? Определенно Спрей-арт стал частью моей жизни Я еще раньше сомневался То есть, может, я все-таки буду программистом Я все-таки на программистах учусь Но Все-таки космос Все-таки быстрота создания картин Ну, она меня поглотила И я тащусь от этого То есть, от судьбы не убежишь, наверное, в этом плане Спасибо за беседу Мы желаем вам удовольствия От вашего творчества Весеннего вдохновения И радости в душе А потом произошло еще одно чудо Этот весенний вечер Почему-то особенно щедр на чудеса Начиная с этого момента Один из далеких святов Николая Хоменко Будет жить рядом со мной А точнее, я буду жить рядом с ним Те, кому в Великой Вселенной дарован талант Способны сокращать расстояние И сохранять в ладонях Или в душах Самые настоящие чудеса Рассветы Звездопады Влюбленность и нежность Чтобы потом искренне Дарить все это нам с вами А, мы забыли попрощаться До свидания, друзья Пока! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok